Всем привет! Сегодня начинаем лекцию, пятую по счету школы терапии, посвященную тематике культвертых и искусств вымирать. Тема очень специфичная для курса психотерапии и название может вводить некоторых людей «Плёвное заблуждение». Некоторые могли посчитать, что данная лекция связана как-то с какими-то эзотерическими традициями, но тем не менее сутью лекции является определённое ключевое чувство, которое могут подлежать проработке терапевтической. В процессе психотерапии это ощущение смертности, ощущение смерти, ощущение страха смерти. Самоназвание я во многом создавал для антропологических и этнологических работах, которые во многом пропитывают ингиансскую психотерапию, которые пропитывают терапию, ориентированную на анализ губовно-этический. И в контексте нашего курса, нашей лекции мы будем говорить во многом о, с начала технической истории, представлении образа к смерти существующим, в представлении человека о определённых архетипах, которые декларироваться как значимая часть бессознательного человека, бессознательного личности, руководителя бессознательного. Я буду давать определённую антропологическую перспективу на данную сферу, на контекст. И, естественно, мы будем касаться данного количества интересных случаев в моей практике, где ключевыми аспектами симптомов является, наверное, ощущение страха смерти, страха его брать. Одного из ключевых, по моему мнению, ощущений, состояний, которые, я думаю, стоит съесть. Ощущение страха смерти, потому что нужно работать, и я боюсь говорить о своих эмоциях по этому поводу. Спасибо большое. Окей, я начну с одной из историй, которые были в моей практике. Где-то около 3-4 лет назад ко мне пришла гончана и дала определённый запрос, посвящённый тем, как говорит, я очень боюсь умереть во время перелёта. Страх смерти, самолёт падёт. Каждый раз говорит, когда я летаю на самолёте, у меня появляется ощущение, что нападёт из-за этого трезво, и я летать на самолёте вообще почти не могу. Нужно постоянно накидываться на данным количеством бренди и риски, только потом я ощущаю и чувствую более-меншую комфорт, связанные с этим. Она говорит, что работала с данной темой, с большим количеством терапевтов, но никто не был эффективен. Такая картина весьма часто, когда приходят пациенты с ощущениями и страхами подобными, которые по каким-то причинам не подвергаются по полноценному проработку, обычно большим количеством специалистов, которые работают с коллегами. Я задал себе такой вопрос, чего ей действительно не хватает, и как я могу эффективно поработать с ней. Задал вопрос своё бессознательное, но у меня пошли очень интересные образы, визуальные мышления, посвящённые, связанные с тем, что я должен попробовать перепродить ощущение смерти, ощущение умирания полноценных. И я начал интелитивно работать. Тогда, я не помню, у меня не такое большое количество людей приходило с подобными симптомами, не так часто или не задаёт именно такую форму страха умирания, страха смерти. Я сказал, сядь, пожалуйста, и посмотри на пол. Представь себе, что пол в моей офисе, в аудитории, усилит большим количеством мертвецов. Эти мертвецы, они недавно совсем погибли в авиакатастрофе. Знаешь, какой-то самолёт залетает, вот, и дрилла отключается, самолёт падает, и, примерно, 250 человек труп. Их вытаскивают из заблунков, и в аэропорту начали складировать один за другим, и ряды трупов появляются. Представь себе, что ряды трупов прямо здесь, существуют прямо, находятся здесь, в аудитории помещений, она смотрит на них, у неё появляется лёгкая вибрация в тюрьме, и я говорю ей, смотри, назовём её Юле, Юля, возьми-ка, я хочу, чтобы ты встала от своей стула, и лягла вместе с ними. У меня ковёр лежал здесь, ляг на коврик, вместе с трупами, которые ты визуализируешь, представляешь. Она лягла туда, и говорю, закрывай глаза. Лежи, закрывай глазами, я говорю фразу, сейчас скажи, пожалуйста, фразу следующее, со мной всё покончено. Она говорит эту фразу, со мной всё покончено, и она начинает рыдать, очень сильно рыдать. У неё появляются коммульсии в теле, спазмы в теле, и слёзы, здесь очень сильно переживают, очень мощно переживают. Это продолжалось на минут 10. А вот можно сказать, это терапия, ты вывел человека из строя, ты сделал человека плохо, скорее всего. На самом деле, терапия парадоксальная. Заметьте, при этом предпрометрии, нечего сделать ничего, и ещё хуже, порой можно сделать лучше. Какой-то период времени, мы потом осуждали, комментировали эмоции, ощущения перепроживания у неё, которые были в данном контексте, они были очень мощными, и очень-очень сильными. Она ушла с оситропией, и потом, через неделю, она должна была лететь к своей дочке в Прагу, она там училась, в университете, и она приедет нами и летала туда. Она приехала, прилетела ко мне, и написала мне без вальбер, «За мной не прикольно». Она написала мне сообщение, и сказала мне, что, знаешь, Борь, похоже, это дело очень круто сработало, потому что я первый раз в жизни летел на самолёте, я не боялась. Вау! Эта история для меня является очень изначимой, очень символически, очень мощно, и очень ясно показывает, на самом деле, суть страха смерти и умирания. Говори! Эпилептоид. Яркая эпилептоидная личность, которая склонна к маниакальной форме поведения, маниакально-агрессивной форме поведения, форме поведения эпилептоидной сексуальной, то есть она изменяла мужа неоднократно, она могла кидаться, драться с другими женщинами, у него много энергии. Кто помнит лекции по эпилепсии, вы можете помнить, что в эпилепсии, в эпилептоидной форме акцентуации личности, возбудимой акцентуации личности по левангарду, я прежде всего вижу страх смерти, связанный с ощущениями контакта с матерью. Эпилептоидной личности мать во многом даёт послания обаленно-эмоционально угрожающую ребёнку, которая основана с запечатлением. Большое количество эпилептоидных личностей, их матери хотели абортировать раз, и другое количество эпилептоидных личностей, это личности, которые жили в детстве рядом с фигурой матери, которая была угрожающей для них, и которая сигналами, вербальными и невербальными, давала послание, что если ты не будешь делать то, что я хочу, тебе грозит какое-то либо физическое наказание, либо какое-другое наказание эмоциональное. Из-за этого, наблюдая за примерами теми же эпилептоидными личностями, я во многом пришёл к определённому пониманию того, что страх как таковой смерти у человека очень тесно связан на самом деле с чем? Со страхом не смерти, а страхом родительской фигуры, в частности матери. Вау! Наше сознание удивительная структура, и она очень часто даёт нам определённые подмены. Очень часто мы боимся того, чего никогда не было в нашем опыте. Как часто мы можем видеть людей, которые боятся смерти, и которые никогда не умирали, и даже никогда не были в ситуации, когда смерть им буквально угрожала. Очень большое количество, не правда ли? Да, большинство людей. И парадоксально, именно те люди, которые побывали на грани между жизнью и смертью, почувствовали её контакт, почувствовали её поцелуй нежный. Эти люди часто утрачивают данные ощущения. То есть проблема отсутствия контакта с образом смерти внутри себя. И чем сильнее страх умирания, после умирания, тем меньше этого состояния энергии, архетипа смерти было у жизни человека. Сейчас тут очень интересная история одного моего московского коллеги, который рассказывал случай. К нему пришёл мужчина лет 45, и он очень боялся смерти, боялся умирания. А коллега был такой аналитически-поведически ориентированный, и он попытался понять сначала, собственно говоря, а была ли смерть в жизни? Был реальный опыт? Реальный опыт, видишь, что не было. И они начали с пациентом свободно ассоциировать с запросами, на что похоже ощущение смерти. Ну, представь себе, что ты умираешь. Например, смерть наступает. А что такое происходит? Да я определённое сенсорное описание. Терапевт был ещё аналпером, и люди, практикующие нейрологические программированные, очень любят докапываться до конкретики сенсорного опыта. Например, смерть это как? Такие ощущения у вас в теле появляются. Вы можете сами задавать вопросы. Смерть это как для вас? Это что происходит? Это сильная боль физическая? Или это что такое? И пациент начал себя ассоциировать и дал определённое сообщение, что смерть, скорее всего, для меня. И дал такие ассоциации. Это когда очень темно, и очень холодно, и крики вокруг, и ощущение боли. Как будто тебя бьют. Такие свободные ассоциации. Начали докапываться, а был ли подобный опыт? Логично вам предположить, что если и есть такое описание, то где-то был опыт темноты, холода, криков и ударов. И докопались до истории, когда пациенту было лет пять, они с родителями жили в какое-то хрущевское общежитие. И если знает кто-то, как устроенная общага, там ванна большая, может быть, на всех. Там был большой бойлер. И деток очень часто, мамы тогда упали на такой доске. стоящие мывали, садили ребенка на эту доску, его присвешивали, и включали воду с бойлером, и начинали мыть. Мамка его начала мыть. Таким образом, и в момент мытья ребенка вырубили свет. Вырубается свет, темнота, вырубается бойлер, на ребенка потоком. Идет холодная вода, мать из-за этого начинает а-а-а-а орать. Скидывает ребенка вниз, и вон он хлепается. Как вы понимаете, если вам пять лет? Ваше создание стоит мощнейший импринт из-за впечатления. Это самый худший опыт в моей жизни. Это когда темно, холодно, крики, и как будто тебя бьют. Мама случайно ударила с ребенка, гахнулся, ударился головой чем-то еще. А потом динамика личности. Ребенок подрастает, а импринт, запечатление есть, а что такое смерть? И вот ребенок вот-вот растет, растет 10-15 лет, задает вопросы о сексе, а что такое смерть? А смерть на это? На это, наверное, когда холодно, темно и больно, когда тебе мьют и крики вокруг, крики такие лежащие из него. Это пример запечатления, уникальные пример запечатления. Так вот, здесь мы видим, что в нашем сознании существует ряд подобных впечатлений, пиковых позитивных опытов, пиковых негативных опытов. Когда мы очень часто думаем о смерти, и думаем о процессе умирания, мы прикасаемся с вами чаще со существующим опытом. И этот опыт крайне нередко имеет действительное указание, действительный вектор по отношению к реальной безумиральности со смертью. Очень часто это чувство покинутости, очень часто это чувство отверженности, очень часто это определенные физические травмы, которые ребенок получает из ощущения непринятия какого-то страдания, которое было. И потом со временем данный нейрофилический хирм-принт создает определенную семантику, наслоение. Без докапывания к этому глубинному опыту мы получаем что? Мы получаем физическую философию. Из-за этого мы видим людей, которые с одной стороны могут к смерти относиться очень хорошо, с другой стороны к смерти относиться очень-очень плохо и негативистично. Это примеры для начала. И сейчас я возьму и резко с терапевтического контекста, потихонечку буду переходить в более раннее представление о смерти у человека и потом будем в терапию возвращаться. Окей. Если мы оцениваем мифологию, рассматриваем мифологию, рассматриваем этнос, мы можем увидеть, что в течение развития человеческой культуры человек постоянно сталкивался с смертью и на основании столкновения процесса вымирания у человека выстраивались определенные специфические механизмы интерпретации. Вы помните, если мы не можем контролировать что-то в своей жизни, описывая это, создавая определенное осмысление того, что происходило с нами, мы дренируем определенный уровень тревоги на существующем у нас. И чем более конкретно реализированным мы описываем, тем в большей степени эта тревога может уходить. Для этого люди начинают придумывать определенные образы, либо образы божеств, либо образы, имеющие отношение к культу предков, к культу почитания предков, из-за чего смерть возникает, из-за чего смерть проявляется. К примеру, антропологи, этнологи описывают представления в древних культурах, так называемых примитивных культурах, что чаще всего представление о том, что человек умирает, его забирают в другой мир, это является следствием а, колдовства, то есть кто-то из общин колдует и колдует насмерть, либо кто-то имеющий отношение к культуре соседней колдует и следствие смерти человека, это всегда следствие определенного колдовства. Он будет считать различных антропологов, он будет находить такие прямые описания, что в понимании туземцев, в понимании человека, живущего в примитивной культуре, смерть естественная, это почти нонсенс. Всегда смерть приходит через какое-то построение влияния. Здесь мы видим определенные механизмы проекции. В духовности у человека очень-очень большой период развития. Нужно говорить о более чем 60 000 лет развития шаманизма. Я в одних лекциях комментировал, что граница появления шаманского образа в культуре это граница перехода от племен совсем неразумных к племенам, у которых появляется определенное глубокое осмысление. Формально я говорил о том, что роли шамана не существуют у животных. Роль шамана всегда существует в человеческих культурах, у которых есть определенная семантика, есть определенное осмысление. И функция роли шамана, такого человека-фрика, который очень сильно отличается в поведении от других, она всегда была конкретизирована и специфично. Какой она была? Связь, контакт с мертвым. Чаще всего функция шамана, это иметь связь с тем, что умерло, чтобы как-то с ним договариваться, или с тем, что не живо никогда. Из-за этого функции шаманы изначально всегда строились на представлениях о том, что человек может строить контакт с умершими личностями и как-то договариваться с ними, чтобы умершие не забирали человека. Из-за этого, к примеру, мы видим в большом количестве культур, существует громадное количество обрядов, ритуалов, призванных к так называемому умилоствлению умерших. Смотрим, к примеру, культуры австралийские, культуру новорозеландские, культуру полинезий. Мы обнаружим, к примеру, если одно племя нападает на другое племя, из-за какой-то амиды, к примеру, и убивает некоторое количество других людей. Считается очень важным, что, если ты убиваешь человека, то дух его злобный и мстительный будут возвращаться. И в многих племенах люди, которые убивали на войне, должны проходить определенную форму карантина. Например, описывается ритуал в Новой Зеландии, что, к примеру, голова убиенного врага приносится в племя, и эту голову парочку не кормят, чтобы создать ощущение того, что к умершему относится хорошо, и чтобы мертвый человек не пришел и не забрал ныне живущего человека. Здесь мы видим реализацию определенного чувства вины. Человек убивший считается грязным, и он должен пройти определенный ритуал инициации очищения, чтобы умерший он не пришел и не забрал данного человека. Здесь мы видим реализацию страха смерти, страх от процесса умирания, и прямую взаимосвязь того, что образ умершего человека может увести живого человека в мир мертвых процесса умирания. Процесс смерти чаще всего является следствием нарушения определенного комплекса морали и правил существующих. Вместе с шаманизмом, которым более 60 000 лет, появляется формально одна из древнейших псевдорелигий, так называемый культ предков или культ почитания предков, который на самом деле пронизывает почти все культуры, и имеет очень тесное отношение также к современной психотерапии, которая в некоторых своих отраслях является наследником древнего культа предков, в чем была ссылка культа предков? Культ предков включал в себя определенные обряды почитания умирающих, определенные формы почтения, которые необходимо регулярно приносить. Ссылки на культ предков мы можем видеть по-прежнему в многих странах, к примеру, в Китае, в многих семьях мы можем видеть определенные алтари, семейные алтари, где постоянно к семейному алтарю необходимо задавать определенные подношения в виде благовоний, в виде определенной еды, к примеру, риса или каких-то фруктов, и при этом давать данные продукты умершим, которые умерли, может быть, в какой-то период времени назад. В Китае, к примеру, есть представление о том, что предки умерших делятся на определенных декоративных категорий. Предки Гуй и предки Шэнь. Предки Шэнь — это добрые духи, духи, помогающие семье, и предки Гуй — злобные духи, повредящие. И Шэнь, и Гуй были когда-то кем? Предки Шэнь — это предки, которые подлежат почтению, а к которым они находятся в семье. Считается, что предок в семье, если он не получает определенного почтения от неживущих, он начинает злобляться и возвращается в семью, и приносит ему определенные вредные действия и приводит к болезни заболевать. Предки Шэнь — это предки, которые подлежат почтению, к которым постоянно вызывают овощи, и которые дают им определенную форму почтения, которая приводит их в более комфортное, более хорошее конструктивное состояние. Подобные идеи можно увидеть в самых разных странах. Это и Китай, Азия, Африка, Северная Америка и Южная Америка. Культ почтения предков пронизан в славянских странах. Здесь мы видим громадных ритуалов, которые в многом преподносятся только как наследие христианства, но на самом деле такими не являются вообще. Где существуют, например, определенные дни, например, он уже в Украине, в России, в других славянских странах, где необходимо создавать определенные ритуальные действия с целью почитания неумершего предка. Например, Пасха тоже самое. Небольшой пример, самый явный, самый актуальный. У людей, которые не проводят определенных подобных ритуалов, появляется ощущение, что мертвые будут недовольны, мертвые придут, и мертвые как-то будут насылать определенные болезни на ныне живущих. Здесь мы видим, что устройство создания человека во многом следует определенным принципам и правилам. И данные правила и принципы закладываются уже не одно столетие. Им много тысяч лет, очень много тысяч лет. И, как вы понимаете, эти вещи из сознания даже самого рационального человека увести крайне трудно. Хотя современная европейская культура, культура североамериканская, западная культура в общем, она чаще всего на данный момент почти полностью ликвидировала. А данный культ, который проявляется лишь в определенных участках мира, в той или иной степени. Тем не менее, религия сейчас не христианская, а мусульманская религия, буддистская религия во многом является наследниками подобного культа почитания плитка. Если мы возьмем христианскую традицию, то, чтобы ее более глубоко понимать, стоит, на самом деле, уйти в более ранние, не ее формы, наверное, а религии, которая имеет отношение к совсем другим процессам. Возьмем древнюю ехипетическую религию. Это божество Ра, божество Осирис, божество Мат, Амат, Тод, Анубис. Некоторые из вас, думаю, знакомы с подобными божествами. Куча фильмов связанных с этим, куча книг написанных по поводу этого. И думаю, что здесь есть гиптологи. Думаю, люди в какой-то стоимости заинтересованные тематикой гиптологии могут иметь место. Если мы рассматриваем блюхристианскую традицию, мы видим, что представление христианина, типичного, это представление страха чего именно? Не умирания, не смерти, а того, что будет за пределами смерти. Верно? У христианин. Адрай. А вы помните, какие идеи убиваются в христианстве? Что будет происходить? Ты умираешь, там смерть есть, и потом что с тобой делают? Наказывают. Не сразу наказывают. Суд Божий. Суд Божий, конечно же. Помните о Кардионе Деланте, о Суде Божьем, где есть толпы людей, есть большой суд. Кто там стоит? Иисус, по-моему, на суде, да? По-моему, Иисус стоит. По-моему, Иисус стоит. По-моему, нет. Прокуратор. Да, да, да. Я не помню имя христианства, которые создают подобное обсуждение. Он на вратах стоит, и Иисус с сатаной сражается. Метафора суда, где есть определенные образы архетипические, которые делают что? Подсчитывай грехи человека. Правильно ли ты жил? Вы вспоминаете, к примеру, из Библии метафора, что, скорее, верблюд пройдет в горье ушко, чем богатый человек будет в рай. Например, в верблюжье ушко. Откуда эти метафоры? Метафоры связаны с осуждением определенного поведения, которое считалось на определенном этапе развития религии в той или иной степени порочным. Подобных примеров, что делает человек, что ведет к аду, что делает человек, что ведет к раю. И, естественно, происходит завершивание. Появляется метафора завершивания грехов. Так вот, подобная метафора завершивания великого суда, вы же знаете, что она не является изначально христианской. В египетской культуре эти вещи существовали где-то за пять лет христианства. Причем уникальная вещь. В Египте даже существовал бог, который появляется почти полной попой Иисуса. А весы это оттуда? Да, конечно, там весы есть. Сердце и перышко, по-моему. Да, сердце и перышко. Образ Иисуса архетипичен и существуют более ранние образы. И я почти уверен на сто процентов, что громадное количество метафор существующих в христианстве являются определенными грубыми формами заимствования по египетской мифологии. К примеру, один из самых известных и самых популярных богов Египта — это бог Осирис. Бог смерти, бог перехода, бог другого мира. Что сделали? Осириса убил брат. На самом деле, Осирис умер, и потом воскрешали, с помощью определенного идейский. Бог, который был убит, он умер и потом воскрес, символика воскрешения. И считается, что Осирис, он осоздаёт так называемый Большой Суд. После смерти души уходят к этому суду, и происходит определенная форма взвешивания его поступков. Существуют определенные весы, где взвешиванию способствуют два божества — это бог Тод и бог Анубис. На весы кладется сердце человека, который является метафорой его души и метафорой его поступков. А на другую сторону кладется перо богини Маат, богини Истины. И в зависимости от динамики, что перевешивает, то человек попадает либо в какие-то светлые миры, за счет представления в Египте о Рае, и называется это «Поля Иалу», где попадают души, которые были праведны и совершали хорошие и добрые поступки. А если вдруг попадается сердце, которое не перевешивает истину, появляются проблемы, и там есть такой потрясающий монстр божества в Египте, который называется Амат. И что он делает? А это сущность с телом гиппопотама, с ногами львов и пастью крокодила. Вот это этот туварик, она подбегает к душе грешника и поживает. Окей, метафора очень ясна, и метафора она заивствуется естественно. Почти все ключевые образы копируются в христианстве. Подобные же идеи встречаются в других культурах. Эти же культуры очень сильно разделяются по ряду определенных критериев того, кто попадает в рай, кто попадает в ад. Например, если посмотреть на культуру снятинарскую, мы обнаружим там, что в рай, например, если попадают мужчины, то делятся они по факту, а ты умер в битве, либо ты умер не в битве. Этот человек умирает в бою, приходят прекрасные ангелы женского пола под названием Валькирии и забирают душу воина в Вальгалу, где он до конца времен будет царствовать с Ордитом. А если вдруг этот человек не умер во время боя, он, скорее всего, отправится куда? Хиель в Нижний мир, между прочим. Название Хиель, скандинавское и, в большей вероятности, в староанглийский язык заимства, слово Хиель и Хэл, ад, взят из большой вероятности оттуда. Конечно же, естественно. В христианстве есть представление такого названия, как Чистилище или Пеклах. Данные слова во многом были олицетворением того, что происходит с трупами умерших. Например, в древнем Израиле умерших людей привозили на определенные склады за городом и их сжигали. Это называлось формой Чистилища, где сжигают трупы мертвых. И во многом представление о Ауаде – это представление о месте, где что-то горит и трупы горят. Здесь мы видим в христианстве определенно формируются представления о так называемых чертях и котлах, где люди жарят и парят определенное количество времени за определенные прегрешения. То есть буквальные вещи, которые имели место в определенных культурах, пара становятся определенными формами запечатлений и, естественно, регулируют определенное поведение. Чаще всего страхи перед смертью являются в большей степени страхами, связанными с тем, что будет происходить потом в более древних, более ранних культурах. Это сейчас человек, который является более рационалистически ориентированным, он больше может бояться именно страха смерти и процесса умирания. Но если мы будем смотреть на более ранние культуры, большая степень страха идет не по поводу смерти и умирания – нет, а того, что будет происходить после смерти у человека. Потому что ранние культуры на значительном уровне дают определенное, более-менее подробное описание того, что будет происходить человеком после смерти. И этим, собственно говоря, занимается в громадной ключе религии и мифологии. На основании описаний того, что может происходить человеком после смерти, формируются ледные трактаты, которых много, а они разные. Их, в принципе, можно вспомнить только четыре, пять, наверное. Я сразу вспомню. Некоторые из них фигурируют под названием «Книги мертвых». Кто слышал о таком «Книге мертвых»? Одна из самых популярных книг «Мертвых» – это книга Бардут Хёдул. Это тибетский буддизм. Книга написана в восьмом-девятом столетии нашей эры буддийским монахом Падмасом Хавой. Им же эта книга была спрятана и потом повторно найдена и воскрешена где-то, по-моему, в четырнадцатом столетии другим монахом. Что есть Бардут Хёдул и какая его функция? Бардут Хёдул, кстати говоря, в открытом доступе ее можно найти, почитать, кому-то интереснее, очень рекомендую это сделать, но не очень большая. Бардут Хёдул создаёт подробное описание пути, которое проходит умирающая душа после смерти. И состоит она из трёх частей – Бардут Хёдул, Бардут Ченит, Бардут Хёдул и Бардут Ситпа. А. Каждый элемент создаёт представление о ключевых процессах. То есть А. Что происходит у человека непосредственно после смерти? Это раз. Два. Что происходит у человека совсем быстро после смерти? Как душа там чувствуется? Два. Далее. Что происходит с душой, когда она уходит в вызываемую полноценную реальность, находящуюся между одной жизнью и другой жизнью? Далее. Что происходит с душами человека, когда они только собираются воплотиться? И, естественно, непосредственно, что происходит с душой человека, когда она воплощается. Да. А. По-моему, эту книгу читают в том же Тибите, когда человек умирает, чтобы помочь ему душе пройти? Они, по-моему, точно отличны. Ритуалы следующие. Человек, например, умир, обычный человек, христианин, и, естественно, по мифологии буддийской и индуистской представления о том, что душа будет инкарнировать. Буддист-индусты считают, что в церкви не ко мне. Кстати говоря, это идея не только буддистская. Эта идея была и в ради христианстве. Идея метампсихоза, то есть перехода души, она существовала и в Древней Греции. То есть, в общем, абсолютно независима буддизма и индуизма. Такая личность как Пифагор, который, по мнению большинства людей, был бы обычной математикой. На самом деле, он был одним из очень известных магов и волшебников. И одновременно тундаропатом туралистов Древней Греции считал, что у души имени свойство перерождаться. И после смерти мы находим новое воплощение в новом теле. Подобные же идеи существуют у индейцев в Северной Америке, Южной Америке, Севера и так далее. То есть, идеи на самом деле не являются чисто буддистскими. У каждой культуры свои непосредственные представления должны происходить между смертью и жизнью. Монах приходит к христиану буддист, который умер, и в течение, по-моему, то ли двух, то ли трех суток, здесь я могу точно не помнить, считает мертвеца книгу. Книга по кругу зациклена, да? Да, да. Книга читается. Мертвецу. С какой целью? А, даже, по-моему, читается, не важно, ухо ему. Монах сидит на носок. Мертвецу, чтобы проинструктировать душу, где там повернуть. А там налево, там направо. Номер такой-то, потом туда. Грубо говоря, Монах выполняет функцию такого трансцендентального Google-мапа. ЧПС. ЧПС. ЧПС, да, да. ЧПС, который предназначен, чтобы душа не заблудилась и из-за этого меньше страдала. Как бы трудно понимать, а без этого она заблудилась. Теоретически она может, все-таки рано или поздно она будет реинкарнировать, но там могут, например, затруднения в определенных фазах перехода. Я не буду чентализировано описывать, что там представляется представление буддист. Но, тем не менее, суть данной книги в проведении человека сквозь определенные переживания. Данная книга, между прочим, была обнародована в Европе, пришла в Европу только в начале 20-го столетия. Первым ее перевел антрополог английский Эван Свенс. Книга сразу попала к психологам, между прочим, и Юнг завладел переводом. Естественно, будучи одержимым в своей теории архетипов, строил свою теорию архетипов во многом тоже на основании Бардот Хёдол тибетского. Дальше, если вы погуглите, вы найдете также небольшую статью Карла Юнг, посвященную исключительно Бардот Хёдол, в котором Карл Юнг непосредственно дает свои представления связи теории архетипов с образами смерти, процесса умирания и процесса перехода. Естественно, Юнг был в большей степени ученым, чем эзотериком, хотя многие могут поспорить с этим. И пробовал подводить образы, описанные Бардот Хёдол, как мультидисциплинарные образы, имеющие отношение к общему наследию человеческой. Говоря о том, что то, что мы видим, Бардот Хёдол является частью воплощения чего-то живущего в групповом бессознании. Бардот Хёдол для Юнга был способом найти повторное доказательство существования архетипов, существования образа тени и процесса перехода ключевых. На основании Бардот Хёдол и на основании работ Карла Юнга было очень интересное продолжение этой темы, хотя статья Юнга была небольшой совсем, и Юнг глубоко эту тему не исследовал. В 50-60-х годах, если вы помните по другим моим лекциям, в Европе и Америке активно растет и процветает так называемая психиатологическая форма работы в клинике, где пациентам дают ЛСД-25 и псилоцеприн с целью создания определённого опыта, который даёт новую возможность отреагирования эмоций и чувств. И ряд исследователей начинают сравнивать психоделический опыт человека с процессами умирания и смерти. Громадное количество психиатров одному же говорили, что пациент в клинике, проходящей ЛСД-психотерапию, сталкивался с определёнными феноменами, символических переживаний смерти, которые создают определённые презентации. И психиатры обнаруживают, что пациент, который перепроживает ощущение смерти и умирания, очень часто отреагирует очень мощные и сильные подавленные эмоции, отреагирование подобное приводит к мощнейшим психодинамическим функциям, как я рассказал в самом начале. Я с пациенткой работал обычной техникой ухождения в расистояние, и даже такая техника как ассоциирование себя с погибшим человеком уже создавала мощнейшие эффекты переживания. Что делали психиатры? В частности, есть такие культовые личности в сфере психологии психотерической, это Тимоти Лири и это Ричард Альберт, это два профессора, преподавателя английского университета, по-моему, Кембридж, если я не ошибаюсь, которые были одним из первых, кто давал своим студентам ЛЭС-25, тогда оно было полностью легальным, они были преподаватели психологии, и они что делали? Они собирали группы своих студентов, и они раздавали им ЛЭС-25. Рано или поздно этот предлагал не понравился руководству в вузах, и их аккуратно попросили уйти. С ЛЭС-2 Тимоти Лири и Ричарда Альберт очень сильно отличаются. Тимоти Лири потом стал одним из мощнейших оподобилизаторов ЛЭС-25, он начал потом поживать в Америке и культивировать данное вещество как ключевое для создания опыта как терапии, так и духовного роста. А Ричард Альберт имелся другой путь, он через определенное количество лет опыта на психологию, он уехал в Индию, нашел себе индуистского гуру, стал полностью индуистом, вернулся в Америку и начал преподавать индуизм. Очень сильно путь отличаются. Один стал гуру, а другой Тимоти Лири стал одним из самых страшных преступников по мнению ФБР на территории Америки. В 80-х годах его впечатляли как один из самых опасных преступников. Потому что он был культовой личности, пропагандистом психотерики, он катался по Америке и говорил правду, что везде является ответом от всего. Немножко странная личность была, немножко сумасшедшая была личность, но она в истории психологии просто-просто ей почитаем. Я рекомендую почитать книги как Тимоти Лири, с поправкой о том, что он был специфичен естественно, и очень рекомендую почитать книги Ричарда Альберта, которые чаще всего известны под индуистским именем. Кстати говоря, Ричард Альберт совсем давно умер, только в декабре прошлого года. Жил очень долго, там были такие эпичные похороды, у него толпа этих людей, приверженцев, которые относились к индуистскому гуру. Хоронили его в декабре 19-го года, в декабре 19-го года, разъявляя ему пухом. Потрясающая и интереснейшая личность была. Так вот, Альберт, Лири и еще один психолог по моему фамилию Мэнснер в начале 60-х годов вырешают. Мы накопили в работе со студентами, с пациентами, очень интересный опыт, связанный с тем, что живенная часть из них говорит об образах смерти умирания. Мэнснер, Лири и Альберт истинно докопались до тибетской книги «Мертвых» Бордут Хюду и начали сравнивать то, что описано в Бордут Хюду с обратной связью людей, которые принимали психоделиги в клинике. Я обнаружил интересные вещи, они очень похожи. На основании сходностей этих тем, эти три ученых мужа решают написать книгу под названием «Психотерический опыт». Честно скажу, книга так себе. Книга, если честно, ни о чем. Почти ни о чем. Она в свободном доступе, вы можете найти. Но, по крайней мере, было это очень интересной попыткой. За идею 5, за реализацию, по моему мнению, 3 смируса обсудить по качеству. Потому что, по большому счету, они ничего не делают много, кроме того, что описывают опыт пациентов в клиниках, принимающих Хилла-25, и опыт, описанный в книге Бордут Хюду, не давая какого-то конструктивного, полноценного анализа. Но не были ни Альберт, ни Лири, ни Менснер, не были мельянскими аналитиками. Из-за этого качество труда, по моему мнению, не очень яркое, не очень сильное. Но за попытку 5 баллов. Данная книга, кстати говоря, Карлу Лавлетту, и чаще всего она в данный момент почти не востребована из-за слабой аналитической проработности. Здесь мы видим, что терапевты, психологи и ученые обнаруживали, что актуализация процесса нервы и умирания возникает в различных опытах измененности в состоянии сознания. Этот опыт может быть связан с эконотравматичным опытом. Этот опыт может быть связан с приемом психоактивного вещества. Этот опыт может быть связан с очень сильными терминальными проблемами эмоционального личности человека, с физической травмой и так далее. И данные опыты, они в той или иной степени такие будут актуализировать то, что Карл Юнг называл архетипами живущими в нашем групповом бессознания. И в зависимости от начинки нашего личного бессознания мы можем видеть, слышать и чувствовать те или и другие образы, которые могут быть свойственны разной культуре, абсолютно разной культуре, которые во многом будут иметь ряд очень ярких и очень интересных сходств. Многие люди знают о буддийской Аббардотхёдол, но в этом секторе регионе, азиатском регионе, в Тибете, в Индии, были труды, которые описывают подобные вещи на более ранних периодах времени. Например, есть индуистская книга «Мёртвых». Называется она «Гаруда Пурана». Гаруда Пурана. Тоже, кому интересно, можете фиксировать и потом смотреть и гуглить более глубоко. Короче говоря, часть этой книги посвящена правилам жизни, часть книги «Гаруда Пурана» посвящена тому, что происходит с умершими после смерти. И часть книги посвящена непосредственно опыту служения божественному, частью которой является индуистская культура. По-моему, около 49 всего глав в Гаруда Пуране посвящена описанию того, что происходит в мире «Мёртвых». Здесь мы видим, что идеи, которые мы можем находить в Бандотхёдол, они имеют в регионе индуистском гораздо более раннюю фазу развития. И такие идеи существовали очень длительный период времени. Просто в индуистской традиции не так много и не так часто описывается идеализация именно пребывание в мёртвой личности. Чаще всего в индуизме происходит описание того, что люди, которые служили Богу, выполняли определённые праведные действия, они уходят, к примеру, в мир более светлый. Например, допустим, если уходу тех самых кришнаитов, которые, я думаю, все вас видели, минимум, в нашем городе. Для чего они поют мантру «Харе Кришна» постоянно? Как вы думаете? Прославление Бога. Прославление Бога, но там есть корыстная цель. Пример в том же самом крестаизме есть представление о хорошем мире мёртвых и плохом мире мёртвых. Плохой мир мёртвых — это после смерти остаться здесь, в пределах нашей планеты Земли. Уйти под землю и жить с низшими духами. А люди, которые пели мантру «Харе Кришна» очень-очень много раз, миллион раз, и вели правильную, хорошую жизнь, чаще всего отправятся жить на другие планеты. Например, в индивиде представление о том, что Кришна и другие божества, они как бы здесь, но они живут на других планетах. И человек, который много выполнено, уходит в так называемый светлый мир. Здесь мы видим параллели представления о полях Иау в Египте, как хорошая светлая загробная жизнь. Рай — у христиан, Эдем — у мусульман, Вальгалла — у скандинавов, и параллели очень много. Есть архетипы, видите, здесь, да? Архетип хорошего мира мёртвых, плохого мира мёртвых. Мира мёртвых — там, где много радостей, и мира мёртвых — очень много страданий. Естественно, подобные образы, они в значительном уровне контролируют наше поведение и наше восприятие мира. Далее же можем ещё взять контрастное понимание, скажем, уйти из Европы, из Азии, из Африки в центральную Мексику. И, к примеру, вспомнить, что у Ацтаков, живших в центральной Мексике, тоже была книга мёртвых. Она называлась «Кодекс Борджиа». Это ещё одна книга мёртвых. Её, по-моему, опубликовали где-то в 1500-1600 году. Нашли древний манскрипт из старых Ацтаков. Их же всех почти перебили. Но их наследие осталось. И осталось наследие очень яркое и очень сильно контрастно отличающееся от наследия европейской культуры. Если мы будем сравнивать образы божеств и образы мира мёртвых, европейские и ацтекские, там будет находиться очень большое количество отличий. Но ключевой архетип чего? Смерти, ключевой архетип процесса умирания, путешествия в мир мёртвых будет очень сильно сходным. К примеру, а если в Древней Греции, кто являлся повелителем бога мёртвых? Кто помните? Там же Мёртвых. Наатас был. Нет, подожди, бог мёртвых. Аид. Аид. Аид, конечно же. Аид. Адип, Новости, Наатас, это кто такие? Подожди, не спеши. Морфеус. Это бог сна, Богдан. Бог Морфей. Аид? Это Морфеус, да, и смотрите. Кто управлял миром мёртвых? Аид. Аид управлял. Аид с Персифоном. Аид с Персифоном. Да, Персифоном это уже на Бонусе. И она жила с ним вообще всего там 3 года. Всего там всего. Всего там всего. В 2-3 года она постоянно была в мире живых. Ну, я об этом речу. В представлении скандинавских есть представление о божестве Хиель, живущем в мире мёртвых. Часть её лица серая, часть святая. Одну половинку она мертва, другую она жива. Ну, конечно, в христианской мифологии, кто у нас там в мире мёртвых? Да, вот христианская традиция, она крайне-крайне расщеплена в сфере понимания и представления того, что в мире мёртвых происходит. То есть, если говорим о Гадесе, Айде, в Древней Греции, мир мёртвых, он не хороший, не плохой. Это просто мир мёртвых. Когда мёртвые живут. В христианской мифологии расщепление. Есть мир мёртвых хороший, есть мир мёртвых плохой. В христианской мифологии нет представления, что после смерти, когда совершал хорошие поступки, ты на Олимпы. Сейчас. Так. На Олимпы пошли только люди, которые совершали геройские поступки и которые совершали действия, которые приближали их богам. И только после этого некоторых из них могли брать к себе боги. А так человек умирал, хороший был, плохой был. Он лежит в одно место, воид, не более чем. И пребывает там. В традиции ацтеков, бог, который напрямую связан с миром мёртвых, это бог по имени Мектланты Кутлих. Который управляет им вместе с своей женой Мектланты Уатль. Ну, к примеру, как Гагадес и кто у нас? И Персифона. Вот так Мектланты Кутли и Мектлантки Туатль. Конечно, у ацтеков изображения были такие немножко устрашающими. Мектланты Уатль это мужчина, у которого вместо головы абсидиановый череп. И есть представление о том, где находится Мектланты Кутли, где он живет, существует. А, он живет на севере, это раз. Два, он находится на определенном девятом уровне подземелья. Сначала душа умирая, отправляясь на север, проходит определенное количество географических элементов, такие как пустыни, воды, доходит до входа в подземелье, там находят определенного проводника. Проводник у ацтеков это собака, которая ведет душу вниз в царство Мектланты Кутли. Здесь мы видим переносы, проекции, например, допустим, на греческую мифологию, где мы видим что? Церпер. Да, параллель, одновременно церпер, что он делает? Он охраняет мир мертвых, раз. Но там есть еще одна личность, которая переводит человека у мир мертвых. Харон. Через лету. Харон, да. И через лету переплывай Харон. Вы помните, в Греции, что делали с мертвыми сами, им давали в рот монетку, и в ротницу напихивали, что когда он там очнется, с Харонами. Было чем заплатить. Было чем заплатить. Потому что такси нынче, да, да. Такси 30-40, мир мертвых. Да, пользуйтесь онлайн-прилогениями с целью, чтобы Харон был мимо подобрал вас.